МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Дорогие мужчины, в этот праздничный день примите от нас самые искренние поздравления. И сегодняшний концерт мы посвящаем вам. Открытие фотовыставки «Планета Земля. Лики единства». Она делится своими впечатлениями путешествий, по своим видениям природы. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Указом президента России 2020 год посвящен празднованию 75-летия победы в Великой Отечественной войне. В Десногорске торжественные мероприятия отмечены возложением цветов и венков на Кургане Славы 21 февраля. День защитника Отечества – еще один повод вспомнить подвиги героев военных лет, почтить их память и поблагодарить за мирное небо над головой. Канун праздника на мемориальном комплексе Кургана Славы прошла торжественная церемония возложения цветов и венков. В этот день мы вспоминаем и чествуем героическую историю нашей армии. Говорим о героизме и патриотизме российских военнослужащих. Отдать дань памяти воинам и возложить цветы пришли жители города, работники общественных организаций и школьники. Воспитание военно-патриотического характера в подрастающем поколении – одна из главных задач государства. Мне очень нравится то, что сейчас в данный момент пришло очень-очень много школьников, которые читали это в истории и так далее. И когда они видят воочию те места, где захоронено, а у нас здесь захоронено 1300 солдат Красной Армии. 21 февраля к памятнику павших солдат легли красные гвоздики – символ военной победы. Эти цветы олицетворяют свободу, мужество и пролитую кровь. Ими же выражают почтение и благодарность. Предстоящий День защитника Отечества отмечают и творческие коллективы города. 20 февраля в Центре культуры и молодёжной политики прошла концертная программа «Служу тебе, страна родная». Подробности далее. 23 февраля – неотъемлемая часть истории нашего государства. С 1922 года эта дата традиционно отмечалась как День Красной Армии. 46 года – День Советской Армии. Позже – День Советской Армии и Военно-Морского Флота. А сейчас праздник известен как День защитника Отечества. Дорогие мужчины, в этот праздничный день примите от нас самые искренние поздравления. И сегодняшний концерт мы посвящаем вам. Это праздник всех мужчин нашей большой страны, каждый из которых – защитник и надежда не только близких людей, но и государства. Мужчинам и был посвящен этот концерт. Своё творчество подарили участники детских и взрослых коллективов Десногорска. Ренессанс, Калибри, Каприз, Форсаж, Ивушка, ансамбль казачьей песни «Вольная станица» и данс-клуб «Модерн». День защитника Отечества. Олег Соловьёв всегда являлся символом мужества, самоотверженности, достоинства и чести. Но ещё это праздник мира, спокойствия и стабильности. А это одни из тех ценностей, которые достойны того, чтобы их защищать. Олег Соловьёв, Илья Соболева, Владислав Полоскин, Десна-ТВ. Удивительную природу Урала, Камчатки, Норвегии и других уголков планеты теперь можно увидеть в одном месте. 20 февраля в выставочном зале Десногорского историко-краеведческого музея состоялось открытие персональной выставки фотохудожника из Челябинска Натальи Беленцовой. Это не просто фото-выставка, это целый проект под названием «Глазами единства». В нём представлено 50 уникальных по своей красоте природных изображений – вершины, леса, океаны, закаты и рассветы. Раскрыть авторское видение работ Наталья Беленцовой помогает её книга, которая также была представлена на открытии выставки. Она делится своими впечатлениями о путешествиях, о своём видении природы, и вообще, как она учит нас жить в гармонии с природой. Выставка «Планета Земля. Легия единства» прошла уже в более чем 100 городах России. Таким же путешественником является и автор работ Наталья Беленцова. Ей довелось посетить более 30 стран мира. Собственно, благодаря этому и появились такие необыкновенные снимки. На открытие выставки 20 февраля пришло более 40 человек. Один из них – Виталий Карпинский. Он также занимается фотографией. «Я в Норвегии был знакомый ландшафт, картинки фиорды знакомые. Исландия тоже был. У всех своя красота, своя природа. Но видите, он специализируется на таком дикий край, и при том почти кругом север. Я вот тоже только на север езжу. Здорово». Пейзажи впечатлили и других посетителей. «Впечатление такое, как будто вот что-то разбросало по природе. Вот эти валуны, которые забросаны, вот этот пейзаж интересный. Интересно. Вообще сами по себе картины очень интересные. Но для меня, которые даже совершенно незнакомые, крайне знакомые, интересные. Посмотреть можно. И неоднократно». Работы на выставке сгруппированы. Каждый снимок индивидуален, но в то же время, несмотря на разные ландшафты, объединены тонким сходством. Посетители выставки насладились не только красотой природы, но ещё получили небольшой и приятный подарок от автора – открытки и книги. Персональная выставка Натальи Беленцовой продлится до 10 марта в выставочном зале Десногорского историко-краеведческого музея в торговом центре «Феникс». Ксения Вьюшкова, Юлия Соболева, Владислав Полоскин, Десна-ТВ. На сегодня это все новости. Десна-ТВ поздравляет всех мужчин с Днём Защитника Отечества. Желаем вам всегда оставаться настоящими воинами. Мужественными и сильными, решительными и находчивыми. Умело решать все задачи и преодолевать любые жизненные препятствия. В студии работала Ксения Вьюшкова. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»!